Здравствуйте, дорогие зрители, с вами Нон Аликсанян и сегодня на связи с Альфа-Ньюс, политолог Рафаэль Ардуханян. Рафаэль Никитович, здравствуйте. Добрый день, коллеги. В Вашингтоне состоялась встреча глав МИД Армении и Азербайджана при посредничестве госсекретаря США Энтони Блинкина. Как вы можете прокомментировать, для чего эта встреча сейчас была нужна и какие выводы можно сделать, исходя из ее итогов? Сейчас, после того, когда Пашинян начинает проводить откровенно антироссийскую политику, естественно, святое место пусто не бывает. Сейчас это заполняется политиками других стран, прежде всего это Англия и Соединенных Штатов Америки. Рассматривать эту встречу надо исключительно в этом контексте. Я не думаю, что здесь в какой-то степени Америка заинтересована в восстановлении настоящего мира. Но, тем не менее, занять освободившееся место после России, учитывая ту политику, которую проводят Пашинян, это сейчас является совершенно нормальным, скажем так. К глубокому сожалению произошло. И, кстати, в Азербайджане уже это понимают достаточно хорошо, потому что я, насколько могу судить по прессе, азербайджанской, русскоязычной и англоязычной, они очень настороженно воспринимают эти переговоры и относятся очень с недоверием к действиям американской стороны. Потому что и Армения, и Азербайджан сейчас втягиваются в геополитическое противостояние, ну, уже, можно сказать, двух сторон, двух систем. Условно говоря, НАТО, с другой стороны БРИКС. И это самое страшное, что может произойти с такими маленькими республиками, маленькими странами. И я ничего хорошего от этого не вижу, не ожидаю. Вот в рамках этой встречи Блинкен заявил, что Армения и Азербайджан близки к подписанию мирного договора и что эта встреча – возможность проанализировать достигнутый прогресс. Но хочется спросить, о каком прогрессе идет речь, если за это время Азербайджан осуществил этническую чистку в Карабахе и 120 тысяч жителей остались просто без своих домов? И об этом, обратите внимание, никто фактически не говорит. Я слышал только единственное гневное заявление, как ни странно, Джорджа Клуни, голливудского актера, который единственный, по-моему, достаточно четко и откровенно поставил вопрос о том, что произошла самая настоящая этническая или конфессиональная чистка. Христиане были изгнаны со своих, ну, я уж не знаю, исторических земель, говорить, по-моему, уже не приходится, но тем не менее. К глубокому сожалению, содействие в этом процессе оказала предательская политика Пашиняна и его окружение. И поэтому каждый раз сейчас, я смотрю по азербайджанской прессе, там каждый раз говорится, что все действия, которые были предприняты там, они были сделаны с одобрения армянской стороны. И это, к глубокому сожалению, ссылка идет именно опять на предателя Пашиняна. Поэтому нельзя ожидать, я уже однажды говорил на вашем ресурсе, что нельзя быть здесь, в России или где-то в другом месте, больше армянами, чем сами армяне. Если общественное мнение Армении терпит вот подобное руководство, а я, насколько вот знаю, недавно я просмотрел данные Гэллопа по опросу, так вот, исходя из их данных, правительство Пашиняна не пользуется поддержкой. Я могу вам сказать, что, допустим, только 10%, согласно Гэллопу, только 10% населения Армении, то есть 10% опрошенных, они готовы, скажем так, перевернуть страницу Арцаха, то есть закрыть эту тему. Все остальные в той или иной степени выступают за возвращение Арцаха, за абсолютно, так сказать, независимый статус Арцаха, ну и так далее. И это то же самое по Конституции, только 3%, чуть больше 3% одобряют принятие новой Конституции, которую пытаются втюхивать армянскому народу окружение Пашиняна и он сам. Поэтому здесь очень много непонятных процессов проходит внутри Армении. Я неоднократно, но об этом говорил, и каждый раз это вызывало бурю эмоций, но к глубокому сожалению, судя по всему, по какой-то непонятной для меня пока причине, армянское общественное мнение сдало вот эти позиции сами по себе и позволило действовать этой банде Пашиняна явно с антиармянских позиций. Это настолько очевидно. И я хочу вам сказать общее, допустим, мнение. Смотря видеоряды иностранных агентств, когда показывали встречу министров иностранных дел в Вашингтоне, у меня такое впечатление складывалось, что встречается министр иностранных дел Азербайджана, очень динамичный, очень, так сказать, такой, знаете, так сказать, самостоятельной страны. А с другой стороны сидел какой-то, знаете, Сатрапа, Вилаята и Ривань, о чем Турция и Азербайджан говорят уже много-много лет. Поэтому мне кажется, что Пашиняна и его правительство осуществили давнюю мечту Турции и Азербайджана. И самое больное то, что народ Армении, судя по всему, это не видит. А осуществили какую именно мечту? То, что Армения теряет свою государственность в полном объеме. Потому что действия, которые предпринимаются на внешнеполитическом периметре, они не соответствуют интересам Армении. Если вы помните, у нас было с вами где-то год назад в передаче, я говорил о том, что Россия не может быть больше Армении, чем сама Армения. То есть защищать, выступать. Мы говорили об этом. За это прилетело мне очень много комментариев, где меня обвиняли в предательстве, ну и так далее. Это уже, как говорится, дело обыденное. Но сейчас это и в Америке говорится об этом. Сейчас и в Америке говорится о том, что исцелаются во всем этом, проводя фактически Азербайджан, оправдывая то, о чем вы сказали, и этнические чистки, и, так сказать, абсолютно варварское отношение к пленам и захваченным артсаксам, которым даются какие-то неимоверные ссорока. Разрушение памятников архитектуры, религиозных центров, христианских храмов. Это все сейчас подводится под то, что Азербайджан и есть железные козы. Послушайте, Армения не возмущается так, как вы. Официальная Армения имеется в виду. Ну что вы-то впереди паровоза бежите? И вот это, собственно говоря, то, что работает сейчас очень-очень, так сказать, к глубокому сожалению четко на позицию Азербайджана. Потому что каждый раз они не объясняют свои действия. Хотя там огромные, так сказать, несправедливости и настоящие репрессии сейчас и среди журналистов, и среди ученых внутри Азербайджана. Они каждый раз апеллируют это к официальной позиции Пашиняна, который, видите ли, хочет перевернуть страницу Арцаха. Он так ее перевернул, что больше ста тысяч человек остались без крови, без дома. Мы еще не знаем, что с ними, какая судьба будет. Вот вам результат этого всего. И это самое страшное, что может произойти. Потому что мне кажется, что армянский народ получил удар в спину именно от своего руководства. Которое оно и выбрало, что вообще какой-то фантастикой для меня кажется уже. Рубен Рубинян заявил, что Ереван готов продолжить процесс делимитации границы с Азербайджаном. И подписать мирный договор в кратчайшие сроки. Можно ли сказать, что это то самое следствие встречи в Вашингтоне? Вы знаете, подобные действия нельзя рассматривать вне контекста и вне какой-то истории. Потому что, вот опять же, вы сейчас мне напомнили, у меня тут были данные тоже от Гэллопа. Подавляющее большинство армянского населения, оно не одобряет подобную делимитацию, которая сейчас происходит. И опять же, здесь же мы с вами прекрасно понимаем, что здесь абсолютно односторонние действия. Я вот сейчас ссылаюсь на некоторые источники по поводу отвода войск. Азербайджан требует полного отвода войск со стороны, значит, от границы. И в то же время сам не собирается выполнять. И вы знаете, какой довод приводит министр иностранных дел? Он говорит так. А мы победившая сторона. А Армения проигравшая сторона. Поэтому делайте, что мы говорим. Вот и все. Вот и все объяснение. И вот этот термин, вот это оправдание, скажем так, объяснение, оно будет звучать теперь постоянно. Делайте вот это, потому что вы проиграли. Вы капитулировали. И это будет постоянно. То, что, к глубокому сожалению, Пашинян не может понять до сих пор. Или не хочет понимать. Значит, в данном случае мы должны с вами понимать, что были закулисные переговоры. Еще до этого встречи была Эрдогана и его окружение с Азербайджаном. Позиция согласовывалась там. Мне кажется, что основное будет решаться после того, когда после уже этой встречи, когда Турция будет еще отдельно разговаривать уже в рамках НАТО с Америкой по этому поводу. Поэтому то, что мы сейчас с вами видим, это еще не окончательный, скажем так, вариант. Это не окончательный вариант. И дальше это будет уже развиваться по совершенно другому сценарию. И это уже не имеет никакого отношения даже к позиции Азербайджана. Я уже не говорю о позиции Армении. Турция сейчас будет дожимать. То есть, так сказать, как бы закреплять успех, который достигнут. И дальше это будет еще хуже. Я еще раз хочу повторить. Тавуш, Карабах, это только начало. Почему я говорил всегда, что это конец. Дальше идет, помимо того, это будет, естественно, Сюникский коридор. Это без этого просто. Они постоянно об этом говорят. И это будет дожиматься именно в этом ключе. Сейчас они более-менее узаконят вот то, что произошло. Они сейчас посмотрят на реакцию Америки. Они увидели, что Америка серьезно воспринимает позицию Азербайджана. И эта позиция додесена именно Турцией и Азербайджаном уже, учитывая, что Азербайджан сейчас тратит десятки миллионов долларов на продвижение имиджевых характеристик Азербайджана непосредственно внутри Соединенных Штатов Америки. И это вот все это суммируя, мы с вами увидим, что сейчас основываясь вот на этой позиции, то есть отторжение Тавуша и Арцаха, что уже принято полностью мировым сообществом, дальше они пойдут в атаку. Они не остановятся ни на один момент. И в данном случае, я еще раз хочу сказать, если раньше хотя бы в какой-то степени еще была, так сказать, видна рука Москвы, которая, так сказать, пыталась каким-то образом еще отстаивать интересы Армении, хотя я знаю, что эта точка зрения сейчас очень непопулярна в связи с разузнанной пропагандой, которую пропашиняновские СМИ сейчас разворачивают, говоря о вине России и прочее, выдвигая какие-то совершенно какие-то иезуитские объяснения, какие-то совершенно отвратительные обвинения в адрес России, то сейчас Армения сама по себе. Потому что Макрон, мы с вами знаем, встречался с Эрдоганом, они обсуждали тоже в рамках этого НАТО, и там тоже было достигнуто теперь понимание полностью. И уже такой воинственной риторики со стороны Макрона нет, исходя из общей ситуации, в которой сейчас Франция, и то, что Макрон сейчас фактически хромая утка, так что это тоже уходит от Армении. Это к вопросу о том, на кого надо было ставить и на кого ориентировалась Армения. Мы же с вами помним, Нону, что еще буквально несколько, 8-9 месяцев тому назад прямо эйфория была какая-то в Армении в средствах массовой информации. Франция с нами, Франция самая популярная нация в Армении, ну и где это все? Эта самая популярная нация совершенно спокойно договаривается с Турцией, Турция договаривается с Америкой, Азербайджан договорился уже давно с Турцией. И вот сейчас вот весь этот, извините меня, политический компот, он будет решать судьбу Армении. И что-то мне подсказывает, что моя, может быть, слишком смелая аналогия по поводу Вилаята, она не такая уж и смелая. Потому что Пашинян своей бездарностью даже не понимает, во что он втягивает Армению. Помимо всего прочего еще. И это, конечно, вызывает, ну я не знаю, так сказать, для меня это настолько очевидно, не могу понять, почему это до сих пор не может понять и народ Армении, но руководство, ладно, бог с ним. Это предательская, абсолютная и абсолютно, так сказать, соглашательская, ренегатская политика Пашиняна. Я еще раз хочу повторить, для меня интересно только одно. Он это делает сознательно или в силу своей бестолковости и бездарности? Хотя, может быть, вариант, что это и другое. То есть, вот эту встречу Эрдогана и Макрона, да, как вы уже сказали, они переговорили относительно подписания мирного соглашения. Рассчитывать на то, что Франция будет отстаивать интересы Армении не стоит? Абсолютно нет, потому что основной довод там был, еще раз хочу повторить, основной довод и Алиева во время встреч с руководителями Америки и Европы, А самое главное, именно в риторике Эрдогана. Эрдоган каждый раз апеллирует к тому, что правительство Пашиняна это одобрило. Как только Макрон начинал ставить вопрос об этом, он говорил, это решение принято и одобрено правительством Пашиняна. Я хочу вам напомнить еще раз, что аналогичное же было, почему я говорю о абсолютно, так сказать, предательской политике. Вспомните заявление Путина по поводу переговоров в Казани, которые были. Он говорит, я же спрашивал тогда у Пашиняна, кстати, и у Сарксяна тоже это было. Я спрашивал, ребята, соглашайтесь на то, что вот происходит сейчас. Казанское соглашение об освобождении части территории Азербайджана, кроме Карабаха и особый статус Карабаха. Что ответил Пашиняна? Нет, мы будем драться, мы будем бороться. Ну, я, простите, своему президенту верю больше, чем этому мычанию этого дилетанта по фамилии Пашинян. И вот сейчас происходит то же самое, понимаете, Пашинян сам гробит свою страну. Он сам это делает. В любом случае даже друзья и не другие Армении, они ссылаются на его. Ничего не надо делать, ничего не надо изобретать. Все, Пашинян это уже сделал. Он хочет перевернуть страницу Арцаха, чтобы остаться у власти. Вот и все, что этот человек хочет. И результаты мы с вами видим, что происходит. Это же все видно и очевидно, по-моему. Я не знаю, когда прозреет общественное мнение Армении по этому поводу. Вот Москва, как вы уже сказали, тоже отреагировала на встречу в Вашингтоне. Замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что Россия сожалеет, что Армения приняла участие в саммите НАТО. Вот хочется понять, как долго Россия будет, скажем так, словесно реагировать на подобные действия Армении. И можно ли предположить, что в какой-то момент это перейдет от слов к действию? Это уже постепенно переходит от слов к действию. Я уже прекрасно, ну я знаю, что уже идут совершенно конкретные разговоры по технической, обсуждения технической стороны. Мы, скорее всего, Россия выведет базу и, скорее всего, оставит границу. Насильно мил не будешь. У Пашиняна теперь новые хозяева. Ради бога. Пускай, так сказать, занимаются этим. Насколько я слышал, там собираются закрывать атомную электростанцию по рекомендации американских новых хозяев, которые, я насколько знаю, являются основным производителем электроэнергии в Армении. Значит, он собирается это закрывать. Так что в данной ситуации действия уже предпринимаются. И здесь, насколько я могу судить, уже никто не считает. Вот, по крайней мере, в нынешнем состоянии Армению союзником. Армения больше не является другом. Армения не является другом. Армения является противником. Я считаю, что позиция Пашиняна – это вражеская по отношению к России. И, соответственно, ну, как вы знаете, Россия очень терпеливый народ. Здесь, в России. Конечно же, резких движений делать не будем. Тем более, что здесь большая диаспора. Мы здесь все живем. И, конечно, мы тоже это все переживаем в любом случае. Но действия сейчас будут предприняты именно, и отношения будут именно как к враждебной стране. Пашинян делает абсолютно все для того, чтобы этот статус окончательно закрепился за Армению. И вот парадокс заключается в том, что среди трех республик бывшего союза – Азербайджан, Армении и Грузии – еще до недавнего времени Армения была самым близким союзником и другом России во всех отношениях. И это отражалось и на внешней торговле, на стоимость энергоносителей, на самые разнообразные вещи. Я не говорю уже о той поддержке, которую Россия оказала во время войны, Первой Карабахской войны. Совершенно конкретно, идя против и позиция тогда Азербайджана и Турции. И вот сейчас в ответ Россия получила вот такое вот враждебное. Армения стала из лучшего друга, совершенно законченного врага. В то время, когда Азербайджан и Грузия только улучшают свои отношения, работают здесь на российской почве самым активным образом. И послы, и, так сказать, самые разнообразные представительства здесь. И работают с журналистским сообществом, о чем я уже лет, наверное, 15 кричал и говорил армянскому посольству здесь, в России, чтобы они обратили на это внимание. Ничего не было предпринято абсолютно в этом отношении. Приезжали какие-то непонятные свадебные генералы, и каждый раз ситуация ухудшалась, и ухудшалась, и ухудшалась. Так что это, причем, я здесь могу сказать, это не при Пашиняне началось. Это еще было и до него именно вот такое отношение. И сейчас я глубокому сожалению должен сказать, что Армения будет пожинать плоды этого. В Иране избран новый президент. Какую внешнюю политику, на ваш взгляд, он будет выстраивать, особенно касаемо региона Южного Кавказа? Ну, судя по заявлениям, которые я вижу, и то недовольство, которое оказывается сейчас в отношении Пашиняна со стороны Ирана, потому что он всяческим образом приглашает и ангажирует и НАТО, и Соединенные Штаты Америки в этот регион, и вызывает абсолютное и тотальное раздражение со стороны Ирана. Я не тешу себя надеждой, что этнический азербайджанец, новый президент, он будет каким-то образом с этим связан, потому что мы все знаем, что он будет проводить именно ту политику, которую религиозный лидер определил, и она будет неизменна. Но парадокс заключается в том, что если раньше Армения была окружена недружественной границей с востока и с запада, то сейчас они умудрились, Пашинян умудрился испортить отношения и со своим северным соседом, хотя как бы и через Грузию, я имею в виду с Россией, и с Ираном, потому что проамериканская, пронатовская позиция Армении сейчас, прозападная, она может вызывать только раздражение и недовольство и Ирана, и России, страны, которые всегда лояльно относились к Армении и приходили на помощь в нужный момент. Я думаю, не нужно объяснять жителям Армении важность южной границы с Ираном, и, так сказать, те грузопотоки, которые идут оттуда, насколько они позитивно влияют на общее состояние экономики в Республике Армении. И сейчас это все будет прекращаться. И опять же, я еще раз хочу повторить, именно позиция Азербайджана сейчас, которая себя дистанцирует, достаточно мудро дистанцирует себя от Запада, она вызывает симпатии в Иране все больше и больше. Если мы вернемся опять же к проблеме Сюникского коридора, то мы с вами поймем, что именно позиция Ирана достаточно твердая, она еще, помимо позиции России, она была достаточно видима тогда. И мне кажется, что сейчас Иран сбавит немножко свою критику, и, кто знает, может быть, совершенно спокойно отнесется к силовому захвату этого коридора, который, наконец-то, осуществит многовековую мечту создания великого Турана, Тюркского коридора, о котором еще год назад даже помыслить никто не может. Вот плоды предательства Иуды Пашиняна. Вот, пожалуйста, блюда приготовлены. Кто его кушать будет? Я просто хочу еще раз напомнить, уважаемая аудитория Альфа-Ньюс, я российский политолог, я российский журналист. Я родился и вырос в России. Поэтому не надо меня, так сказать, обвинять, что я не такой армянин, как моя родина, Россия. И поэтому, пускай, пожалуйста, так сказать, эти люди не забывают, когда будут писать об этом и говорить там еще что-то. Я армянин, никогда это не скрывал, всегда был горд этим, но я всегда был гражданином своей родины, России. Так что, пожалуйста, отнеситесь к этому с пониманием. Всего доброго. На связи с Альфа-Ньюс был политолог Рафаэль Ардуханян. До скорых встреч.